Продолжение следует... У авторов и режиссеров ответ очевиден. Они снимают, пишут и создают свои произведения, потому что не могут не. Хотя иногда мне кажется, что, может быть, просто мы ни в чем другом некомпетентны. Продолжение следует... Но так как у меня не хватает смелости для того, чтобы всерьез ею заниматься и считать себя человеком пишущим, то мне, я считаю, повезло встретиться с людьми, которые кино любят, делают, смотрят и заразили меня этой, в общем-то, привычкой. И что касается техники производства фильма, я не могу сказать, что я и научился. Мне кажется, это процесс, это путь. И поэтому, имея довольно большой уже сейчас опыт работы в неигровом, например, кино, есть какие-то инструменты, которые ты у кого-то подсмотрел, где-то неудачно пытался или удачно пытался повторить, и что-то из этого стало получаться. Если я правильно понимаю, о чем вы спрашиваете, то я бы, конечно, говорил о том, что здесь есть несколько составляющих. Первое — это, конечно же, насмотренность. Второе — в моем случае это всегда экспериментаторство в ограниченных условиях, потому что я работаю всегда в ограниченных условиях. В-третьих, это моя вера, может быть, в то, что не существует довольно строгой какой-то границы между кино игровым и неигровым. А существует зона языкового, где по-прежнему остается главным создание атмосферы, правдоподобие и интонация. Мне очень радостно услышать то, что вы подметили, потому что мне кажется, что главная наша задача в создании картин — это как раз предоставление зрителю пространства подключения и исследование этого мира вместе с нами, чтобы создать открытую модель мира для зрителя, а не навязать ему свое представление о нем. — Да, я бы согласился с этим. Да, работа артистов, не только актеров. Дело в том, что у нас снимаются в этой картине не только актеры, и по большей части это люди, которые играют сами себя, это не профессиональные артисты. И поэтому, например, говоря про актрису Ксению Кутепову, которая снимается конкретно в этой сцене, одну из сцен с ее диалогом я переписывал за ночь до съемок. Потому что, когда мы с ней начали репетировать, я понял, что она может гораздо больше, чем мой текст. Я был ей, конечно, очень признателен, потому что артисты и актрисы ее величины всегда немного пугали меня. — Вообще, на самом деле, для нас, мы не первую картину с Сашей монтировали вместе, и для нас как раз первые недели работы — это всегда нащупывание этого ритма. То есть первые недели речь идет не о том, чтобы собрать хронологический материал, а чтобы дать возможности картине заговорить с нами, в первую очередь, как с зрителями, первыми зрителями. — Нет, ну, конечно, это кино концептуально тяготело к тому, что иметь такую длительность сразу, это кино никуда не спешит, и это задумывалось. Но финальный ритм и длина сцен, конечно, определялись в монтаже. Потому что, на самом деле, еще раз, может быть, это звучит как красивая метафора о возможности картинам говорить самим за себя, какими бы они хотели быть, но для меня это не пустой звук. Часто для того, чтобы первые три сцены сложились, ведь это самые важные первые три сцены, потому что мы не имеем права обманывать зрителя. Необходимо, бывает, потратить несколько недель, а бывает даже месяцев для того, чтобы найти то, как этот фильм должен начаться, и как он дальше должен будет звучать. Потому что дальше написаны в сценарии вещи, монтировать занятия не хитрые, а именно поиск ритма в монтаже по-прежнему остается для меня, во всяком случае, самой важной вещью. Ох, это очень хороший вопрос. Дело в том, что ситуация в отношении независимого кинематографа в России меняется практически ежедневно. То, что можно было еще полгода назад, сейчас уже не представляется возможным. Если мы говорим, например, про неигровое кино, то большинство из режиссеров, которых я знаю, очень талантливых молодых людей, которые продолжают работать в России и снимать то, что должны сейчас снимать, то ведь большинство из них имеет только один шанс. Потому что после того, как их картина выходит, которую они сделали на тему, скажем, признаваемой, табуированной или цензурированной в России, после этого у них нет больше возможности снимать. Поэтому я знаю, что, если выразиться точно, люди продолжают работать, но если мы говорим про документальную среду, это делается в строжайшей тишине, а то, что делается в игровом кино, конечно, делается эзоповым языком. Поэтому я думаю, что следить надо будет сейчас из России за сказками, баснями и притчами. Да, и тут важно еще помнить, что ведь это ситуация, которая не впервые с нами случилась, я имею в виду, что с нашим обществом и с нашим искусством. Поэтому многие еще помнят, как это делается. И те, кто находит в себе силы противостоять, в первую очередь, в себе, внутри, конформизму, те делают независимое кино в России сегодня. Честно говоря, сейчас, находясь во Франции, у меня появились надежды в отношении будущего кино, потому что я здесь вижу публику, которая по-прежнему имеет привычку и потребность ходить в кинотеатр и смотреть кино на большом экране и разделять опыт смотрения в зале. Но в целом, за исключением этого опыта, я, конечно, наблюдаю изменение тенденции в сторону того, что кино авторское, во всяком случае, будет существовать очень бутиково в кинотеатрах и на фестивалях и станет сродни театральному искусству в этом смысле и классической музыке. Коммерческое кино или кино, скажем, такое большое, зрительское, популярное, оно, в общем-то, мне кажется, уже давно гибридно. Оно существует и на платформах, и в больших залах. И это часто бизнес. Но я полагаю, что на наш век зрителей и кинотеатров еще хватит. Но я думаю, что, так как я живу, будет достаточно spectателей и салли кинотеатра. Спасибо. Пожалуйста, я вас ввожу. Продолжение следует...